Дорогие друзья, рады вас приветствовать на сессии «Осознанность и дети». Тема сегодняшней беседы «Внимательные дети и их родители. Талантливые дети, самоопределение и компетенции будущего». Ну, я сделаю небольшое интро, чтобы подвести к нашей беседе, которая, мне кажется, будет очень полезна сегодня для всех, в первую очередь для мам и пап, которые сталкиваются с некоторыми вопросами. Ну, мы понимаем, что сейчас технологии очень сильно повлияли на жизнь каждого человека. С одной стороны, мир становится проще, насыщеннее, интереснее, у нас улучшились в чем-то коммуникации, а с другой, конечно же, создают сложности. Например, мешают принимать взвешенные решения, увеличивают нашу когнитивную нагрузку, провоцируют эмоциональное выгорание, многое что еще. А еще, конечно же, заставляют быстро переключаться задачи на задачу, мы не умеем уже рефлексировать, постоянно находимся в какой-то раше, и очень сложно, скажем так, анализировать и понимать, делаю ли я все это осознанно. И для того, чтобы стать устойчивым к вот этим новым вызовам и способными принимать решения в новом мире, нам, конечно же, нужно понимать, что действовать надо, еще раз повторюсь, осознанно. И сегодня мы поговорим о том, с какими проблемами сталкиваются дети и их родители, как можно развивать осознанность у детей, начиная с момента появления вопросов о самоопределении, в том числе профессиональном. Что самое важное, конечно же, дадим практические инструменты, как их решить и какие конкретные шаги может предпринять родитель. Я представлюсь, меня зовут Оксана Селиндеева, я являюсь основателем ИСТЕО Международной школы программирования для детей КОДИ. Сегодня я буду в роли модератора, и модератор очень, мне кажется, важной, повторюсь еще раз, темы. И с большим уважением я хотела бы представить двух замечательных спикеров нашего эфира. Первая, кого я представлю, это Марина Волынкина. Она многодетная мама, воспитавшая троих детей, создавшая всероссийский портал «Одаренные дети», на котором уже зарегистрировано 30 тысяч школьников по всей России, и многие из которых называют Марину Владимировну мамой. Марина учредила и возглавила Международный колледж искусства и коммуникации, в котором студенты чувствуют себя членами большой и дружной семьи. Она еще является доктором юридических наук, который пишет со своими студентами правовые сказки. Марина считает, что изменения нужно начинать с самого себя. И второй спикер, который не менее интересный, чем Марина Волынкина, это Тимур Жабаров. Тимур – концепт-директор, автор и ведущий развивающих программ для подростков, родителей, тренеров и педагогов, работающих с подростками. И вместе с командой «Смарт-курс» распространяет ценность самостоятельного, осознанного выбора и важность развития этой способности в течение всей жизни. Тимур также является соавтором модели «Пять шагов осознанного выбора» и основанных на ней образовательных продуктов для подростков, родителей, тренеров и педагогов школ, вузов и колледжей. Тимур также является соавтором книги «Окей, что дальше? Как превратить мечту в профессию» от издательства МИФ. Проданы более 20 тысяч экземпляров, и книга стала переложением длительной программы для подростка «Система выбор». Тимур считает, что самое важное – это контакт. Если он состоялся, все остальное будет доступным. Как мы сегодня построим нашу дискуссию, наше обсуждение, чтобы вы знали некий план и могли фокусировать свое внимание на самых важных вещах? Первое, наверное, мы, конечно же, осветим проблему. Посмотрим на ситуацию и глазами родителей, и глазами детей. Второе блок очень важный – мы обсудим инструменты. То есть, другими словами, каким образом мы можем что-то решить, изменить ситуацию. Ну и последняя часть нашей беседы будет посвящена очень конкретным, последовательным рекомендациям в части некого чек-листа, либо шагов для родителей, которые хотят что-то изменить. Ну что, начнем мы с Тимура. Тимур, расскажи, пожалуйста, давай возьмем тему, вот то, что я осветила, как раз связано с родителями. Расскажи, пожалуйста, как ты считаешь, с какими проблемами сталкивается родитель, как он видит ситуацию своими глазами? Спасибо большое, друзья, за приглашение на эту беседу. Оксана, спасибо большое за такое лестное представление. Я хочу извиниться, я в общественном месте, поэтому у меня есть какие-то фоновые звучки, они могут немножко отвлекать, но я постараюсь, в общем, быть лаконичным, говорить коротко и выключать микрофон, чтобы не фонить, когда мне не нужно было. Когда мы готовились к этой встрече и разговаривали, с какими проблемами может сталкиваться родитель и что с точки зрения родителя вообще является проблемой взаимодействия с ребенком, там есть как будто бы два слоя, в которых мы обитаем. Есть что-то такое глубинное, внутреннее, как цель того, что я как родитель, и исходя из наших опросов, взаимодействий, исследований родителей, все родители без исключения сходятся в том, что мы хотим для ребенка здоровья и счастья в течение его жизни, а дальше возникают проблемы с тем, как мы можем поддержать ребенка в достижении этого здоровья и счастья. И здесь основная проблема, наверное, заключается в том, что когда я пытаюсь поддержать ребенка в этом достижении здоровья и счастья, я, во-первых, каким-то образом это здоровье и счастье вижу, то есть есть какой-то мой опыт, который меня как родителя поддерживает, и я предполагаю, что достигнуть здоровья и счастья можно каким-то количеством способов. И я, соответственно, предполагаю, что мой ребенок, я же его воспитываю, он же выберет обязательно один из тех способов, которые мне доступны, мне известны и мной проверены, мне знакомы. И когда ребенок начинает делать как-то по-другому, я сталкиваюсь с разрушением, собственно, ожиданий, и это некоторая проблема. Как далеко ребенку нужно отойти от той картинки, которую я вижу, для того, чтобы я почувствовал, что что-то идет не так, зависит от психологического портрета каждого конкретного родителя, но это первая проблема, которая есть. Я построил какие-то ожидания, исходя из очень здравой концепции, из очень большого честного желания и любви, оно не реализовывается, и я фрустрирован. Вторая история – это сложность в том, чтобы разделить собственный путь, собственный опыт и себя как родителя от ребенка, от его жизни, его опыта и того контекста, в котором ребенок проживает свою жизнь. Дело в том, что, ну, сто пятьсот тысяч уже людей сказали, что мир изменился, и каждый из нас сталкивается с этим каждый день. И вот это вот «мир изменился» означает по факту, что те самые модели, которые работали и которые делали или меня счастливым и здоровым, или моих сверстников счастливым и здоровым, для моего ребенка, скорее всего, напрямую не перекладываются. Поэтому вот эта вот проблема отцов-детей, в смысле толерантности к тому, что ребенок выбирает какой-то свой путь, в нашем поколении выходит на какой-то, ну, тайно другой уровень разрыва. И третья проблема, связанная с этим, она где-то на грани психологической устойчивости, слэш-коммуникативной компетентности. Меня как родителя – это про те самые условно раскачанные гибкие навыки, собственные скиллы, то есть про способность меня как родителя, с одной стороны, быть психологически устойчивым, сталкиваясь с тем, что ребенок делает что-то по-своему, и находясь в этой позиции, ртом доносить ребенку вообще, что я хочу, что я имею в виду и так далее. То есть вот из меня, как из родителя, как будто бы есть три боли, с которыми мы сталкиваемся. Я что-то такое придумал, как моему ребенку жить, чтобы ему быть счастливым, а он выбирает что-то там свое, и мне это не очень нравится, и тут открывается потолок. Я этого не планировал, но это достаточно прикольно, я считаю. Вторая история, она про способность отделять свою жизнь от ребенка и понимать, договориться с собой в первую очередь, что ребенок живет свою жизнь, и моя задача его в этом поддерживать. И третья, это коммуникативная-эмоциональная компетентность, которая позволяет или не позволяет, вне зависимости от того, какие решения ребенок принимает, оставаться в контакте, разговаривать, потому что строчка номер один, если это теряется, то дальше вообще невозможно свое дело. Вот с моей точки зрения это так. Спасибо, Тимур. Марина, а ты что скажешь? Как ты видишь, с какой болью сталкивается, если не каждый, то почти каждый родитель, который думает о том, хорошо, а как же вот мне достучаться до ребенка, каким образом разрешить свои страхи и страхи ребенка? Поделись, пожалуйста, своими соображениями. Спасибо большое, Оксана, за чудесное представление и за возможность принять участие в этой дискуссии, которая действительно очень важна как для самих детей, так и для их родителей. Ну, я постараюсь быть достаточно лаконичной, когда мы освещаем проблемы, с которыми сегодня сталкиваются родители. На мой взгляд, это прежде всего отсутствие вот серьезной нормальной коммуникации между детьми и родителями. И, конечно же, прежде всего эту боль испытывают родители, потому что они не могут достучаться, они не знают, что делать, они стараются решить этот вопрос разными способами, и мы сегодня будем о них говорить. Вторая проблема – это, конечно же, социальные сети. Как бы мы ни абстрагировались от них, но сегодня мы своих детей достаточно часто теряем в социальных сетях. Они разрастаются, и нам все сложнее установить с ними коммуникацию. Третья проблема – это, конечно же, каждый родитель, видя эту ситуацию, он боится. Он боится за будущее, не только свое будущее, а прежде всего за будущее своего ребенка. И на все это накладывается четвертая объективная проблема, связанная с тем, что сегодня у родителей хронически не хватает времени на общение с детьми. И вот к чему это приводит? Как этого избежать? Или, по крайней мере, как побороться с этим? Наверное, сегодня очень важно обсудить. Спасибо. Очень интересно. Вы, кстати, оба отметили один и тот же знаменатель, это связано с коммуникацией. Я думаю, что мы эту тему раскроем чуть позднее, потому что это действительно важный вопрос. И, наверное, все корни исходят из вопроса, как ты коммуницируешь. Ты, как родитель, коммуницируешь с ребенком. Тимур, а как ты считаешь, как видит проблему сам ребенок? И видит ли вообще он какую-то проблему? Есть ли у него сложности вообще в принципе? Понятно, что они есть, но все-таки как это нам видится? Как тебе видится с учетом твоего очень огромного опыта? Каждый раз, когда мы заходим на... И вообще, когда берешь такой тонкий лед, потому что вот берешь... Марина, у нас... С Тимуром у нас немножко... Мы выделяли боли родителей, это такой тонкий, это как будто бы еще такой... Так, друзья... Так, кажется, я тут... Я снова, я с вами. Мне придется повториться, извините. Я повторю, я повторю. Это как будто бы... Все в порядке. Это как будто бы такой тонкий лед каждый раз, когда мы заходим на территорию обобщения. То есть, когда мы обобщаем родителей, мы заходим на территорию тонкого льда, потому что каждый чувствует и объясняет своими словами и на самом деле по-разному. У детей тем более, потому что они живут в еще более изменяющемся мире. Но если пытаться это обобщать, то мы выходим в какой-то такой космический космос с концептуализацией, а что же такое такое... Тимур, Тимур, связь. Если ты нас слышишь... Там все болят. Тимур. Марин, я думаю, что паузу нужно небольшую сделать и тебе слово передать. Проблемы со связью находясь в другом месте, в другой стране. Да, как ты на это смотришь? Тимур, спасибо. Извини, пожалуйста. Просто вы... Я, поскольку нас слушают наши участники... Прибираются, с моей точки зрения, в два таких ребенок заходят. Это какой-то... Ну... Марин, давай ты. Потом... Может быть, Тимур сможет подключиться к мобильному телефону или что-то еще, если он нас слышит, если есть возможность. Потому что связь, к сожалению, неустойчива. Да. Мы услышали только начало, но я надеюсь, что мы... Так, вот он просит войти, я его пускаю. Вот, наверное, он с телефона сейчас войдет. Угу. Ура. Ура-ура. Да, спасибо, что ты переподключился. Да, сори. Мы абсолютно все не смогли услышать. Да, я прошу прощения. Давай перепрыгиваю. Давай заново, давай заново. Тонкий лед. Тонкий лед связан с тем, что мы обобщаем. Обобщать плохо люди все очень разные, ситуации разные. Но если пытаться это все-таки сделать, мы улетаем в какой-то космос концептуализации, и концептуализации две. Первое. У ребенка есть задача-запрос на то, чтобы проживать свою же собственную жизнь, и он в этой жизни сталкивается с живыми проблемами. Как строить отношения, как выглядеть, как найти себя. И у подростков там четыре базовых боли, с которыми они сталкиваются. Я хочу понять, кто я, научиться отвечать на этот вопрос и не ломаться в процессе. Научиться строить отношения, научиться строить границы и там как-то структурировать свою жизнь. И вокруг этого тонна разных проблем, которые у них вырастают. И вторая боль – это потеря веры в то, что я могу рассчитывать на безусловную любовь со стороны моего родителя. Не в том смысле, что родитель вдруг перестает любить ребенка. Очевидно, что каким бы колким он ни был, мы стараемся и делаем все для того, чтобы продолжать отдавать туда эту энергию. Но воспринимать эту энергию и распаковывать это, интерпретировать то, что говорит родитель, как абсолютную любовь, становится все сложнее и сложнее подростку в этом возрасте. И это очень больно. Как только подросток теряет такого референтного взрослого в виде родителя, он сразу начинает его искать где-то еще и всегда находит просто вопрос, кто этим референтным взрослым в этом случае становится. Тимур, скажи, пожалуйста, вот ты вот сказал же про родителей, про абсолютную любовь. Но есть же огромное количество родителей, которые постоянно наоборот обращаются к своему сыну либо дочке и говорят, ну что ты хочешь, давай я тебе это дам, давай поговорим, а сам ребенок закрывается. Вот как ты прокомментируешь эту ситуацию? Что делать? Ну в плане, проблема создается-то. Ну здесь же история, здесь же история, нет универсального ответа. Но когда это происходит, мне кажется, это очень любопытный вопрос. И на него важно найти ответ. То есть если я не хочу разговаривать с этим взрослым про что-то, то вопрос почему. То есть если представить, ко мне приходит какой-то человек, близкий для меня, и вдруг меня спрашивает, дорогой, чем тебе помочь, как тебя поддержать, что ты хочешь. Но что-то меня вдруг в моменте останавливает, и я вот именно с этим человеком не готов про это делиться. Что меня может останавливать, как Тимур в этом? Например, у меня был опыт общения с этим человеком, в котором он был неэкологичен со мной. В смысле я ему рассказываю какую-то идею и получаю по голове за то, что на самом деле я неправ. Или после того, как мне оказывают какую-то помощь, то самим фактом этой помощи потом начинают манипулировать. В смысле я же тебе помог, теперь давай ты в обратную сторону. И так далее. То есть это вопрос. И если вы вдруг сталкиваетесь с тем, что вы ощущаете искренне, что вы хотите поддержать ребенка в чем бы то ни было, в чем ему нужна помощь, но ребенок в этом смысле от вас закрывается, не готов с вами идти на контакт, во-первых, у него есть на это право. Это важно. У каждого человека есть право не принимать помощь или справляться с тем, что с ним происходит самостоятельно. А с другой стороны, это хороший вопрос, почему он... Здесь, наверное, надо обратить внимание на то, что если ребенок все-таки обращается за помощью просто в какой-то другой канал, не к вам, к другому взрослому, или к сверстнику, или к кому-то еще, то вот в этот момент это галочка прояснить, почему вы не становитесь тем референтным человеком. И это тоже поле либо для того, чтобы самому себе задать этот вопрос, либо обсудить с ребенком, либо попросить кого-то снаружи понаблюдать за вашей коммуникацией и дать обратную связь. Если ты, конечно, умеешь правильно ставить вопросы и коммуницировать, и тебе есть кому идти, правильно? И кого просить, чтобы кто-то сел рядышком и сказал, ну-ка посмотри, как я общаюсь со своей дочкой либо с сыном. Это... Ну да. Это же... Ну да. Здесь же много вводных. Мне кажется, если говорить такую проточку ноль, входа вообще в эту историю, хорошим возвратом осознанности будет... Я сейчас можно заспойлерю историю, что мы хотим оставить такие какие-то штучки, которые, может быть, как инструменты... Нет, перейдем. Перейдем, подожди. Хорошо. Тогда не буду спойлерить, потому что вот там есть кусочек ответа на этот вопрос. Тогда чуть-чуть попозже расскажешь нам, поделишься опытом, а что же делать, да? Хорошо? Так же, как это Марина сделает. Марина, расскажи, пожалуйста, о своем опыте, о твоем видении. Осознает ли вообще ребенок проблемы, да? Вот я во многом, естественно, не во многом, а во всем соглашусь, что сказал Тимур, да, что он сказал про боли. У всех подростков встает вопрос самоидентификации. А зачем я? А кто я? А чего я там заслуживаю, не заслуживаю? Какое у меня будущее? Плюс подростковый возраст, это, конечно, смена, скажем так, фоногормонов, да, когда ребенок закрывается и говорит, вот это все остальные, а это я, это свой, это чужой. Расскажи, пожалуйста, еще свое видение. Какие боли испытывает ребенок, особенно в подростковом возрасте, которые особенно остро стоят перед вопросами самоопределения и осознанности? Спасибо большое, Оксана, за вопрос. Как мне представляется, все-таки я сейчас, наверное, в целом озвучу, по крайней мере, постараюсь озвучить те проблемы, с которыми сталкиваются, на мой, опять-таки, взгляд, сегодняшние школьники. То есть мы все-таки берем вот этот срез, не студенты, не более старшее поколение молодежи, а вот именно те ребята, которые ходят в школу от 7 до 17 лет. И, как мне кажется, на сегодняшний день проблема, с которой они сталкиваются, которую они сами ощущают, вот своими фибрами души, что называется, это то, что они, что им неинтересно учиться. То есть на сегодняшний день в школе стало неинтересно по разным причинам, потому что у учителей не хватает времени из-за перегруженности лучше готовиться к занятиям, потому что сегодня интернет предоставляет нам огромное количество возможностей с точки зрения поиска той или иной информации. И как это ни парадоксально, молодежь считает, школьник, любой школьник считает, что он все знает, потому что ему стоит погуглить, и информация будет на блюдечке. Но на самом деле мы же понимаем, что только системные знания позволяют нам сохранять человеческое лицо, становиться профессионалами в той или иной области. Поэтому вот эта проблема, которая существует сегодня, и школьники ее осознают, это то, что им неинтересно. Но мы как взрослые должны понимать, как решить эту проблему. Вторая проблема, то, о чем я уже сказала, учителя выгорают, выгорают из-за того, что классы большие, из-за того, что сегодня на них просто таким, знаете, титаническим трудом, для них стало титаническим трудом переход в Zoom, переход на онлайн обучение. Не были готовы сегодняшние учителя. И, конечно же, это вызывает у детей, у школьников нежелание учиться. Они видят, как не очень хорошо справляется, я мягко говорю, да, я не имею права говорить об учителях плохо, как неловко справляются учителя с этой задачей, как им никто не помогает. И отсюда у них появляется такой, знаете, нигилизм и вообще нежелание учиться. Это вторая проблема. И они ее четко, совершенно осознают. И третья проблема, они находятся дома, независимо в изоляции, вне изоляции, слава богу, сегодня мы все уже учимся, но находясь дома, что видят дети? А дети видят проблемы, которые есть в семье. И что уж там греха таить, но в большом числе случаев в семьях есть семейные конфликты. Ребенок это видит, он моментально считывает, а для них, вот мы никогда об этом не задумываемся, но для них это настолько тяжело, они так сложно переживают любой конфликт между родителями, что они находятся в стрессе. И получается, в школе неинтересно, мотивации никакой, желания учиться нет, страх, что учитель еще покрикивает, а он покрикивает из-за безысходности. Дома тоже достаточно сложная ситуация. И в целом ребенок попадает в достаточно непростую, такую неэкологичную атмосферу, среду. Мы должны что-то с этим делать, и как мне кажется, у нас еще есть время, чтобы все-таки дать обратную связь и попробовать найти ответы, которые родителям могли бы помочь решить те проблемы, о которых мы сегодня говорим. Ох, какую мы тему большую затронули. Прям я себе даже вот сейчас делаю заметки, думаю, вот у меня уже у самой проблемы появилась, у меня нет проблемы, но я уже испытываю эту проблему, я думаю, моей дочери сейчас 6 лет, я думаю, боже, что будет еще там через 8 лет, то есть мне надо эти бумажки сохранить, сразу как план действия использовать, потому что вы абсолютно безусловно правы, я не хочу вам подакивать, но я крайне солидарна с вами, потому что имею тоже опыт общения с разными детьми всего своего рода деятельности и понимаю, что вот этот вот так называемый кубертатный период или там переходный возраст, он, конечно, переворачивает все с ног на голову. Я знаю также вот, Марин, ты сейчас очень правильно тоже тему затронула, связанную с ожиданиями родителей от того, что должна сделать школа, да, мы не будем глубоко уходить в этого, потому что мне кажется, что это очень такой, как Тимур сказал, тонкий лед, да, тонкий лед, можем провалиться незаметно, перейти границы и уйдем вообще совсем никуда, то есть то, что я сейчас услышала, мы испытываем боли, то есть ребенок испытывает боли, с самоопределением, кто я и так далее, да, вот то, что вот, как структурировать жизнь, да, как свои границы очертить, да, также он не видит вот такой безусловной любви, да, как сказал Тимур, плюс мы добавили туда еще гормональные изменения, плюс они закрылись, да, вот опять же в связи с этим, потерялись интересы в школе, в школе в том числе, может быть, скучно, неинтересно, или там не уделяют должного внимания, да, там, как это было раньше, поменялись интересы, кстати, Марина, вот ты говоришь про гуглить, а я тебе могу сказать, дети не умеют гуглить, дети, да, это проблема про гуглить, они большую часть информации получают из социальных сетей, а там, соответственно, ты понимаешь, не имея критического мышления, покупаешь то, что, ну, покупаешь в кавычках, то, что увидишь, и принимаешь мир не с критической точки зрения, а только с той, что ты где-то прочел, и не больше, не меньше, и давайте мы сейчас осветим, мне кажется, не менее важную, важную часть сегодняшней нашей беседы, это как всю эту ситуацию исправить, вот мы видим вокруг себя очень многих людей, да, многих знакомых, и у многих у них есть даже не один и не два ребенка, да, они многие говорят, ой, это было страшное время, мы его прошли, тьфу-тьфу, и слава богу, но очень много сейчас родителей, которые с этим столкнулись, либо вот-вот столкнутся, Тимур, как ты считаешь, что делать, куда бежать, вот конкретно, вот что делать, вот скажи, как это лечить, себя не поменяешь, да, но это очень сложно, но изменить поведение, безусловно, можно, если вот Марина сказала, есть конфликты в семье, ты же их по щелчку пальцев там не уничтожишь, верно, времени у родителей тоже не хватает, все очень много работают, да, плюс вот этот раш, быстрей, 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 ты на себя внимания не успеешь уделить, да, когда тебе нужно еще посвятить не одному, а может быть, двум, либо трем своим детям, Тимур, посоветуй, пожалуйста, как ты считаешь, что делать современному родителю, который столкнулся, либо вот-вот столкнется с ситуацией, когда от него ребенок начнет уходить, скажем так? Слушай, такой простой вопрос и такой на поверхности лежащий вопрос, мне кажется, на форуме, посвященном международному несчастью, и кажется, путь в том, чтобы сделать все возможные шаги для того, чтобы позаботиться о себе как родители и сделать шаги в сторону себя более счастливого. Я понимаю, я сейчас разъясню, что я имею в виду. Дело в том, что когда мы начинаем пытаться заходить на территорию заботы о ребенке, предсказать с какими формами он был максимально подготовлен, или пытаемся помочь ему получить максимальный балл на ЕГЭ, или мы заходим на эту территорию инструментально, как показывает практика нашего общения с большим количеством семей, наиболее, наибольших результатов в жизни, если уж мы говорим о том, что цель родителей сделать так, чтобы у ребенка было здорово и счастливой жизни, наибольших результатов добиваются дети, которые выросли в счастливой семье, которые сохранили контакт с родителем, которые какое-то количество раз с разным успехом экспериментировали в жизни, сохраняя устойчивость, такую резилиенс, способность справляться с ситуациями, которая корнями уходит в напитанность такую и в наличие близких связей с семьей, с мамой, с папой, с братьями, с сестрами. А ты вычеркни из формулы внутреннее спокойствие. Ты вычеркни из формулы вот этих детей, которые выросли в счастливой семье. Здесь, мне кажется, очень многих. Давай возьмем другую аудиторию, где, например, не полностью. А здесь просто, а ты понимаешь, в чем дело? Здесь история в том, что как только, я не хочу их вычеркивать, потому что мне кажется, что дело не в том, чтобы вычеркнуть и сказать, ну нет, подожди, у меня так, в моей семье, ты что, посмотри на меня, где я, где счастье, где я, где деньги, где я, где счастливая жизнь, я пошу на работе с девяти до утра, я не могу быть счастливым, вот это вот все. И вот эти вот мозговые вирусы мыслительные, которые есть в голове огромные, ну, в смысле, и меня, я не говорю, что у меня их нет, или у тебя, или у наших коллег по этому прекрасному форуму, это огромные, культуральные, передаваемые из поколения в поколение разнообразные мыслительные вирусы, которые живут. И поэтому мой поинт заключается в том, что я бы смещал фокус с честным. Может быть, это неконвенционально, может быть, это некорректно, но если задавать вопрос, какие шаги я бы предпринимал, я бы по честному смещал фокус с академических результатов ребенка на создание отношений классных для себя и для ребенка, про создание контакта, потому что это та самая точка ноль. После нее можно разговаривать о разном. Можно выбирать вместе университет, можно искать, каким образом строить какую-то счастливую карьеру, можно обсуждать, что не так у нас случилось и почему мы не даем тебе карманных денег. Но если этой точки ноль не существует, я считаю, что 100% фокуса внимания родителя должно уходить на создание этой точки опоры, от которой уже дальше можно перевернуть весь метр. И мне а что это за инструменты? Их сонма, начиная от личной психотерапии самого родителя, семейной терапии, заканчивая живым диалогом с ребенком, честным взглядом в зеркало, вопросом и формулировкой зачем я вообще делаю то, что я делаю, у меня есть два тезиса, после которых я сверну этот поток возможно бесполезный. Первый тезис про ясность, мне кажется, что в современном мире вот все то, что больше, больше, большое количество конфликтов, которые мы сейчас обозначаем, связаны с тем, что мы пытаемся применить в ситуации некоторую устоявшуюся модель, например, брак, и там жена про это, муж про это, ребенок про это, а оно как-то не срабатывает. Или школа, учитель про это, завуч про это, директор про это, ребенок про это, родитель про это, а оно как-то не срабатывает. И мы пытаемся эти модели применять, а они не срабатывают системно. И то, что нужно делать, это не пытаться создать универсальную модель семьи вообще, или универсальную модель школы вообще. А вот есть я, есть моя жена, есть мой сын, и нам нужно договориться, какую семью мы строим. Нам не вообще, какая должна быть семья, а у нас как это распределено. Следовательно, создать ясность, на которую и я, и моя жена, и мой ребенок смогут рассчитывать и опираться. И там будет туча неудобных вопросов. А кто моет посуду? А почему так? И вот в прояснении, в разговоре по этому поводу создается ясность, на которую дальше можно опираться. Это первый тезис. И второй тезис. Есть такая книжка прекрасная, Passionate Marriage, то есть страстный брак, счастливый брак, не знаю, как в русском переводе. Но идея в том, что один семейный психотерапевт поставил под сомнение идею счастливого брака, и мне кажется, он очень прав. Потому что у нас, у большинства людей, с которыми я успел про это поговорить, я так скажу, идея счастливого брака начинается и заканчивается формулировкой «И жили они долго и счастливо». И вот это вот «жили долго и счастливо» означает, что букетно-конфетный период, растянутый до скончания века, и как бы из-под алтаря такие медленно летим в могилу. Но в целом на протяжении ничего не происходит, кроме как счастья, радости и взаимных поцелуев. Но это же фундаментально ошибочное представление. Брак не про это, семья не про это. Семья про то, что мы вычерпываем вначале какой-то набор этих конфетно-букетных, там, где мы друг другу доверяем, создали это общее доверие, а после этого начали говорить, обсуждать, копать, разбирать то, что у меня болит, то, что у тебя болит, то, где мы изначально не согласны, и это нормально. То есть проблема не в том, что это проблема, а в том, что это нормально, но мы почему-то называем это проблемой. И во взаимодействии с ребенком было бы классно с собой договориться примерно о том же самом. Мы почему-то ожидаем, что ребенок типа на всю жизнь, он такой вот удобный, конформный, что сказал, то делает, но это фундаментально неверно. А то, что с ним происходит, то, что у него есть проблемы, то, что нам непросто, это хорошо, это означает, что он растет, и у нас есть возможность выстроить отношения. Точка. Спасибо. Ой, если бы у нас было чуть-чуть побольше времени, Тимур, я бы сейчас тебя завалила бы вопросами, честное слово. Потому что каждая вещь, которую ты произнес, мне кажется, требует такой переработки, таких живых примеров. Я понимаю, я понимаю. И я вот просто ловлю себя на мысли, что я солидарна с тобой, но я ставлю себя на место слушателя и задаю себе вопрос. А как мне меньше требовать с ребенка, если с меня требует общество, которое мне навязывает, навязывает и навязывает, еще раз навязывает. И, поверь мне, ну, я думаю, ты веришь, не каждый человек может себя противопоставить обществу и сказать, что мы вот такие, как ты сказал, мы договорились быть такими. И мы не подходим и не хотим соответствовать каким-то стереотипам, стандартам, которые вы мне все изо дня в день навязываете. Куда я должен учиться? Если я не поступлю именно туда, то я буду неудачником. Если я там не буду отличником условно в школе, я буду неудачником и так далее. То есть вот все время вот эти ярлыки неудачник, неудачник, неудачник и неудачник. И в стрессе находятся все и родители, и дети, с которых родители, ну, получается, транслируют, да, как зеркало. И мы создаем в себе несчастную жизнь. Это, мне кажется... Можно я откликнусь очень коротко? Да, да. В каких-то бородатых 50-х или 60-х годах Стивен Ковин написал «Семь навыков высокоэффективных людей». И эта книжка, в смысле, к ней можно по-разному относиться, но он очень классно проговорил про точку опоры. То есть то, что ты кладешь внутрь вот этой точки, на которую после этого опираешься. И с точки зрения инструментального пошагового плана, что мне можно делать со своей жизнью, он написал это очень круто. Поэтому как первый шаг, если я вдруг понял, что я не готов, я не понимаю, с чего начать, прочитать эту книжку и попробовать применить то, что там написано, мне кажется, хорошая идея. Ну вот, уже, например, сегодня Тимур нам дал два лайфхака, что как минимум прочитать, извините за англицизм, за две рекомендации, что нам прочесть. Это вот Стивен Кови, да, ну у Стивена Кови, я могу сказать, много хороших книг, они являются классикой. И Passionate Marriage, это там страстный счастливый брак, не знаю, как его там перевести, по-русски, наверное, есть перевод. И я, забегая вперед, могу сказать, что, дорогие слушатели, наши любимые, дорогие спикеры подготовили для вас памятку, которую мы обязательно направим организаторам для того, чтобы вы смогли это распечатать. Это буквально небольшие заметки, некие рекомендации, которые, надеюсь, вам помогут, когда вы после даже этой встречи сядете в семье, либо сядете один на один с собой, взглянете и попробуете сделать это внутри своей семьи. Марин, передаю слово тебе, потому что здесь, мне кажется, очень интересную тему затронул Тимур, связанную с психотерапевтом, например. Вот у меня вот, я даю отчет, я много слышу, какую важность дают психотерапевты, вот просто разобраться в своих мыслях или проговорить самим с собой, да, там, какие-то волнующие вопросы. Но что же делать, Марин, как ты считаешь, для тех людей, у которых нет никаких возможностей, ни финансовых, или даже, знаешь, вот в городе нет таких профессиональных людей, да, вот в регионах, например, это же большая проблема. Я это знаю не понаслышке от своих знакомых. То есть они готовы заплатить, но у них нет специалистов. Есть вот такие а-ля специалисты, которые таковыми себя называют. Марин, порекомендуй, пожалуйста, посоветуй, как ты видишь себе все-таки, вот, как решить эти проблемы, какие дальнейшие шаги, какие вот эти инструменты, которые можно использовать. Спасибо большое. Я действительно согласна с тем, о чем говорил Тимур. И, конечно же, те акценты, которые делает Оксана, тоже очень ценно для того, чтобы не потерять ту нить, о которой мы говорим. Но, если позволите, я в дополнении действительно прокомментировала бы еще три инструмента, которые, на мой взгляд, исходя из моего личного опыта, которые я лично применяю, действительно работаю действенной. Просто иногда мы про них забываем или просто-напросто считаем, что вот оно вроде простое на поверхности, и забываем именно поэтому использовать. Я их сначала перечислю, я скажу, назову эти три инструмента. Это, прежде всего, безусловная любовь, это глубинная доброта. И, знаете, мне сегодня очень понравилось, до нашей сессии была сессия с Ринпоче, он назвал не глубинная доброта, а он сказал любящая доброта. На самом деле это настолько точно и близко, что для меня это прям вот абсолютная истина. И третье – это искренний интерес к ребенку. Вот простые вещи, но, если позволите, я на примерах расскажу, как они работают. Что такое безусловная любовь? Я очень боюсь, что этот термин сегодня сделают слишком-слишком простым, выхолостив из него суть. На самом деле это любовь без оговорок, без условий. То есть мы не договариваемся, вот ты меня любишь, а я тебя буду любить. Нет, это не об этом. Это о том, что ты любишь сердцем, отключая свой ум. Ты любишь душой, тебя тянет. И ты в этот момент для этого человека готов сделать все необходимое и достаточное, чтобы он был счастлив. И ты должен поставить себя на место этого человека. Вот приведу пример. У нас, вы сказали, есть портал, который мы создали 6 лет назад. Он называется портал «Одаренные дети». Это портал всероссийский, на котором 30 тысяч деток со всех регионов. И мы для них, он абсолютно бесплатный. Это была моя политическая воля, что называется. Там никогда никто ни за что не платит. Напротив, мы дарим подарки за активную вовлеченность в творческий труд. Так вот, один раз в год в качестве бонуса, ребята, 100 человек из всех регионов приезжают в Москву для того, чтобы поучаствовать в нашей летней школе, на которой они обучаются, встречаются с суперспикерами из Москвы, прежде всего, из-за рубежа. Так вот, дети, когда приезжают, они приезжают с родителями. И первый день происходит приблизительно так. Родители летают вокруг этих аудиторий, ходят, 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 знаете, вот как птицы. И думают, а что же произойдет? Они нас не знают. Ну, вот мы знакомы, что называется онлайн. На второй день мы не видим родителей. А на третий день они все не просто на концерте, то есть в конце третьего дня у нас концерт импровизированный. Дети ставят свои, так скажем, кто песни поет, кто стихи читает, кто какие-то сюрпризы делает. Так вот, в тот момент происходит не просто объединение, а происходит этот обмен энергии. Когда они полюбили, потому что увидели, как мы это делаем. Нам ничего не нужно, они нам не платят. Но мы это делаем для того, чтобы им было хорошо. И вот это называется безусловная любовь. Это работает. И поэтому дети зовут мамой. Поэтому они так говорят. Глубинная доброта. Или, как сказал Ринпоче, любящая доброта. Что это такое? Сегодня многие родители считают, надо накормить, напоить, обуть, одеть. Это то, что самое главное. Не соглашусь. Не это главное. Дети ждут общения. И я вижу это, потому что я с ними общаюсь каждый день. Не только со своими, но и с тысячами детей. Так вот, они хотят этого внимания к себе. Они хотят, чтобы мы их учили. И вот это постоянное, чуткое, такое согревающее, порождающее любовь. Не только друг к другу, но и к миру в целом. К природе, к животным, к людям. Вот это главное искусство родительства. И в этом глубинная доброта. Вложить в сердце ребенка эту любовь, которую он дальше будет светить. И третье, это, конечно, искренний интерес. Искренний интерес к ребенку. Вы знаете, я здесь позволю себе привести очень интересное исследование. Мы как-то брали интервью для нашего портала Global Women Media, где мы пишем позитивно о женщинах всего мира. У ученого из нашего Института социально-экономических проблем народонаселения РААН. Это исследование мы проводили по гендерной тематике в 2016 году. Так вот, в соответствии с этим исследованием, если мы хотим, чтобы наш ребенок был счастлив, родитель должен 27 раз в день, ни в неделю, ни в месяц, обнять, прижать, поцеловать, проявить любовь к своему ребенку. А что самое главное, продолжительность жизни родителей зависит от того, как установлена коммуникация с людьми, происходит ли обмен энергии. И как только родитель отдаляется, зарабатывая для чего-то, Александр Македонский сказал, вот они ручки, вот они, похороните меня открытыми ручками, ничего я туда не возьму. Вот в чем смысл. Не потерять эту любовь, а вот делать так, чтобы не забывать 27 раз искренне от всего сердца. Я заканчиваю. Огромное спасибо, Марина. Друзья, все наши слушатели, сейчас мы уже завершаем. Я хотела бы еще раз напомнить, кто сегодня был с нами. Это Марина Волынкина и Тимур Жабаров, которые являются, на мой взгляд, большими экспертами. Вот я не хочу льстить, не подумайте ни в коем случае. Просто все, что сегодня было услышано от них, как минимум я очень всецело разделяю. Я хочу коротко подвести маленькие итоги, чтобы как-то вот сохранилось это в голове, вот маленькие чуть-чуть даже цитаты. Каким образом, собственно, улучшить коммуникацию между родителем и ребенком, то есть для того, чтобы ребенок раскрылся, чтобы вы могли вместе двигаться вперед, чтобы вы как родители и как дети смогли гармонично жить. Вот если есть возможность, вот как сказал Тимур, я отдаю себе отчет, что это действительно классная помощь. Если есть возможность, не стесняйтесь обращаться к психотерапевтам, если есть такая возможность. Потому что мы все прекрасно понимаем, как сложно научиться задавать себе правильные вопросы, как правильно на них отвечать, как сложно определить вот эту ясность в взаимоотношениях, как сказал Тимур, и понять, какая у нас должна быть семья. Если вы не можете сделать это сами, обратитесь к кому-то из профессионалов. Второе, вот как сказал Тимур, это снять вот эти ярлыки, ярлыки, которые давят на нас общество. И серии, что вы должны, вы должны быть там, номер один, или здесь, и так далее, и так далее. Прекратите их для себя воспринимать, и тем самым вы прекратите давить, естественно, на ребенка. И у ребенка уже не будет столько стресса, сколько он испытывает в своем подростковом возрасте. Тактильность. Как можно чаще обнимайте друг друга, потому что это даже с точки зрения не только психологии, а вообще физиологии, даже увеличивает иммунитет, я вам могу сказать. То есть когда ваш ребенок болеет, или не просто болеет, чаще обнимайтесь, чаще целуйтесь. Это, мне кажется, прекрасная вещь, которую нужно сохранять, начиная там с малого детства, и протаскивать прямо до самых-самых там старческих времен. Не забудьте про то, что в основе всего лежит коммуникация. То есть вы должны интересоваться. Ну, понятно, не должны, но постарайтесь, да, постарайтесь проявлять искренний интерес к тому, чем увлекается ваш ребенок, чем он интересуется, что он читает, что он смотрит, да, и как можно больше, всецело сохраняйте в себе любящую доброту. Еще раз большое всем спасибо. Мне лично было очень интересно, было приятно. Я надеюсь, уважаемые слушатели, что вы разделите мои эмоции сегодня. Ну что, я пожелаю всем удачи и по возможности думать в позитивном, классном, оптимистичном русле. Спасибо всем. Спасибо, друзья. Спасибо, друзья. Спасибо. Спасибо. Вы прям зарядили на счастливое родительство, и я надеюсь, что каждый из тех, кто посмотрит эту панель, зайдет по ссылочке и посмотрит на великолепные доклады, которые делал Тимур на рекомендации, которые Марина Волынкина пришлет Оксана, и действительно все в наших руках. Мы сегодня очень много говорим об осознанности, и одна из цитат, которая лично меня заставила задуматься, была такая, что если остаться на уровне выживания, то тогда вряд ли мы можем говорить о счастье. Потому что, в принципе, как биологический вид, родились, размножились, и пора умирать. Вот если остаться на этом уровне, думания, то, пожалуй, мы бы точно никогда не смогли быть счастливыми, потому что все, счастье от еды, счастье от секса, это такие временные, мимолетные вещи. Но вот сделать свой ум более дисциплинированным, свои коммуникации более искренними с собой, с миром, вот это, наверное, задача для тех, кто задумывается над тем, как же сделать свою жизнь счастливой. И здесь осознанность, трек осознанности, который, наконец-то, пробился в эфир после обеда, и уже могут смотреть, Рим Пачет зажег осознанность на форуме «Счастье», и этот портал включился, смогут понять, что без осознанности, без осознанного отношения к себе, к другим, к детям, к своему выбору, к своим решениям, мы, в принципе, можем не пропустить счастье. Вот это очень важная вещь, что без осознанности счастье, к сожалению, тоже может пройти. Поэтому спасибо вам огромное. И у нас через...